Санта-Крус, друзья, вот так у нас тут экскурсии вдоль океана идут. А что действительно пешком-то ходить? Это в наше-то время, когда можно вот на всяких девайсах прокатиться. Ну а мы что? Мы, как обычно, гуляем вдоль океана в Санта-Крус. Показываем вам, как люди иногда вот отдыхают уединенно в толпе. Так, вот какие широкие шины у велосипеда. Со своей музыкой, мужик. Это правильно, потому что рассчитывать на других людей, что они тебе с музыкой помогут, не приходится. Уже едешь сам. Вау, он не выглядит, как настоящий. Вау, он сильный. Он сильный. Да, он имеет хорошие ноги. Да, он. О, он пирает. Вот, друзья, смотрите, даже довольно маленькие, можно сказать, юные детишки с досками. А вот они могли бы и без доски, просто у воды, там, в песочке. Очень-очень много деток в костюмчиках там купаются и так просто в песке ковыряются. Друзья, вот Сергей, приехавший из Вашингтон, Ди Си, говорит, что там таких машин нету. А почему? Потому что они есть, но за 6 лет я, может быть, одну-две штуки встретил. А в чем смысл? А они, наверное, культовые, вот эти вот Volkswagen, это, наверное, здесь же хиппи, то есть из Сан-Франциско пошли. И видно, здесь это культовые машины. Так они не ожидали нас таких вот, именно вот, как они вывезли. А там еще мотоциклы, пошли посмотрим. Да, мотоциклы они везли, и в Африке мотоциклы. Да. Я не специалист по мотоциклам. Я тоже. Харли. Местный мотоцикл, американский Урал, я понимаю, это Индиан называется. Американский Урал? Ну да. А у них есть русские Уралы? Да, здесь продают русские Уралы. Кавасаки, красавец, правда? А у тебя, что такое? Зеленый. А поди, знай. Ну, так, он очень... А тоже Харли. Харли? Да, 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 вот написано Харли, вот здесь. А. Харли, да, это очень красивый. Очень красивый. А вот тот маленький, смотри, такой, прямо, я сказал, для деток. Низкий такой, у него труба. Низкий. Почему труба болтается, я не знаю. Почему труба болтается, я не знаю. Ну, что поднимается, когда едет? Ну, на подставку это не похоже. Их, тем более, две, смотрите. А, не знаю, может, по ножке они в разные стороны раскатываются. Я даже не знаю, что сказать. Друзья, вы наверняка знаете, что к чему. Вот, друзья, у нас народ на лодочках. А некоторые рисковые, можно сказать, экстремалы. Причем девчонки, смотрите, вот так расположатся на этом деле. И мы можем даже разглядеть, что именно за татуировка на девушке. Если нам, конечно, интересно, именно... Санта этажа 4. Татуировка. Собачий ресторан. Да, собачий пляж, друзья. Смотрите, три собаки. Три собаки. И я вспоминаю анекдот советских лет. Спрашивают, как зовут собаку Рейгана? Ну, естественно, никто не знает. Я говорю, а как? Говорит, Рональд. Вот такой был анекдот. Цветы, друзья. Вот они, цветы калифорнийских склонов. А вот, друзья, что не склон, то цветы. Цветочки. Хорошо, красиво. Там и внизу есть, на что посмотреть. Сейчас мы... А на песочке свои цветочки. Вот так, можно сказать. Вот, друзья, имеется в виду... Если твоя собачка наделала, сам садись и убери. Вот она, друзья. Вот она, прибрежная, недвижимость. Чего только не видишь в таких местах. Как только не нжуют люди. Свою прибрежную калифорнийскую американскую жизнь. Вы видите, друзья, катастрофические последствия сильного ветра. Да. Вот оно. Вот оно. Влияние сильных ветров на калифорнийское побережье. Дорогая недвижимость под угрозой. Вы видите, друзья. Да. Разбушевалось осеннее море. Нет только старика, который поймал золотую рыбку. Хотя по возрасту я могу. А можете сказать, что это я? Такой советский старичок, который поймал золотую американскую рыбку. Ходит тут с камерой. И действует на нервы про кремлевские молодежи. На таком ветру, друзья, сидят люди. И даже не понимают, что их может сдуть куда-нибудь. Да. А еще вот там девки идут. Ну да. Я всегда, когда вижу девчонок худеньких таких, знаете, субтильных, я думаю, ну вот этих-то точно может сдуть? Там же массы-то нет никакой? А вроде так обходятся. Может быть, я просто нервный. Птичка. Друзья, сейчас вы увидите настоящую калифорнийскую фишку. Фишка находится у меня за спиной. И оформлена она в виде общественного туалета. Это всегда было общественным туалетом. И, собственно, сейчас остается. Вот вы видите там вход, там значок. Это мужское с этой стороны. Но там вот левее немножко, левее. Образовалось нечто. И мы сейчас туда зайдем. Люди лет пять добивались разрешения открыть кафешку в недрах общественного туалета. Там, в принципе, был сторидж. То есть там, ну как бы, кладовка была. И вот они добились, им отдали эту кладовку для того, чтобы что-то продавать. Пошли посмотрим. Вот, друзья, туалет. Вот место. Пизьё для собаки. Пизьё для собаки. Очень хорошо, да. И вот это то, как раньше было. То есть раньше тоже еда была, но вот в виде вот такого фуда-трака. Раньше это вот так происходило. Там вообще ничего нет. Да. Океан, друзья. Океан, туалет. Что может быть более вдохновляющим. Да. И вот еда. Водичка для собачки, да. Водичка. Вот вы видите тут дринки охлажденные. Мороженое, что ли? Ну, в общем, всякое-всячего. По-моему, даже не мороженое. Вот. Тут меню на стене. Сухарики вкусные. Ну и кофе. Кофе такой, знаете, не заковыристый, если вы видите. Зато есть сувениры. Смотрите. Вот сувениры. Местные, санта-крутские какие-то. Довольно странные, кстати. Презервативы, что ли? Что это такое? Ну, вот презервативы. Нет. А может и нет. Секс, вэк. Вэк, а можно доску натирать? Нет, ну секс же. Ну, так это супер, значит. Что пишут? Как оно-то, канатовый. Как оно-то, канатовый. Как оно-то. Кулак, локэшн, и вот мелк. Чтоб не расплавился. Нет, это, наверное, чем доску натирают. Да. А что же секс? А просто он такой супер-секс. А, такой сексуальный воск. Сексуальный, да. Ну да, доску натирают, друзья, сверху. Не снизу, мы думали, снизу. Сверху. Сскольжение было лучше. Сверху, чтобы не соскользнуть с нее человеку, который сверху стоит. Скульжение было лучше. Да. С музыкой, с хорошей.